Новый свет Православной святыней Вот перед нами гора Кабакая или Орел И там располагается Грот Голицына Его называют Но в этом гроте на самом деле Располагался древний монастырь Где есть святой источник И так же мы находимся у горы Сокол И на вершине этой горы Так же располагался Древний пещерный монастырь По самым поздним датировкам Восьмого века А может быть и ранее созданный Который так же был разорен При покорении Крымомагометанами Но мы сейчас пройдем И совершим паломничество А заодно полюбуемся Удивительной природой Этого благословенного богом края Наше путешествие по новому свету Мы начнем с тропы Которая называется Голицынской Когда то по приказу Голицына Была прорублена У подножья скалы Кабакая Или как она еще называется Орел Тропа для того чтобы Николай II Мог приехать и посетить грот В котором находился когда то Древний пещерный монастырь С источником воды Древние монахи добирались только по морю туда Добраться по суше было туда невозможно А вот сейчас мы уже сможем Туда пройти пешком Еще называют этот грот Грот Шаляпина Потому что там очень хорошая акустика И когда то там выступал знаменитый Русский певец Федор Шаляпин Пойдемте посмотрим на эту святыню И достопримечательность Новосвета Пока мы с вами идем по Голицынской тропе Перед нами открывается вид на Новосветскую бухту Или как еще называют Зеленая бухта И открывается вид на гору Сокол Это такой вот огромный массив И на склонах его был древний монастырь тоже Восьмого века Который потом был разорен Магометанами И там кстати на этой же скале Находится еще источник святой Анастасии По видимому монастырь тоже был в честь Анастасии Поскольку тюркские названия Как правило сохраняют названия христианских святынь Например Ай Петри святой Петр Ай Алексей источник Где был источник в честь святого Алексея и так далее Склоны вообще в Судакском районе Представляют собой вулканическую породу Которую называют еще шифер Она состоит из таких мелких камней После того как идет дождь Можно в огород калоши не одевать Потому что не испачкаешься А также здесь Очень много осыпей Поэтому ходить самому вне тропинки По таким осыпям очень опасно И ни в коем случае нельзя стоять под горами Если дождь Потому что когда начинается дождь То все это сходит с большими потоками А если с больших гор Сможет сойти огромной селью С бревнами С камнями Поэтому если вдруг застал дождь Надо либо выйти куда-то на открытую местность Либо найти какое-то более безопасное место Ни в коем случае не заходить под горы Или под скалы Вот такие вот скалы Приходилось долбить рабочим Чтобы сделать эту тропу Скала очень серьезная И далее мы видим Открывается вид на город Судак Вот вдали видна самая дальняя гора Голубая В голубой дымке Это мыс Меганом Самый огромный мыс в Крыму Тоже место очень красивое Замечательное Там внутри тоже такие прямо инопланетные пейзажи Далее мы видим мыс Алчак Тоже очень красивое место И город Судак И Судакская крепость Вот на вершине Наверное сейчас не разглядим башенку Но мы к ней потом подъедем Ну и дальше уже Скала Сокол И сам поселок Новый Свет Вот это и есть Грот Голицына или Грот Шаляпина В котором располагался Древний Византийский монастырь Там уже Голицын потом еще шампанское хранил Ну много чего там было Нас интересует все таки святость этого места Пойдемте подойдем И кстати говоря Очень важный момент что Мы не знаем имена многих святых которые здесь жили Но они здесь по любому были Потому что там где монастырь там и святость Множество есть безвестных святых И когда мы посещаем древние крымские святыни Мы молимся им безвестным И просим их ходатайства о нас перед Богом После воссоединения Крыма при Екатерине II Крым стал активно осваиваться И здесь как места очень хорошие для выращивания винограда Конечно славились своими винными традициями И вот остатки сооружений где хранилось вино Здесь очень прохладно удобно Ну и каменные сооружения тоже вот оставшиеся с различных времен Они достраивались здесь пристраивались А вот остался источник воды Вот мы видим колодец из которого пили еще сами монахи которые здесь жили Пойдемте посмотрим там воды правда немножко сейчас Но по-видимому раньше было больше Раз здесь сделали какие-то монашеские кельи Потому что если бы не было воды То есть жить здесь было бы просто неудобно Ну вот он сам источник Колодец не глубокий Всего лишь метра полтора Если мы посветим туда фонариком То можем увидеть отражение что там на дне водичка Но ее сейчас не видно Да? Ну ладно Перед нами открывается вид на синюю бухту и два мыса Один первый мыс в виде руки вот такой вот каменный Это мыс Капчик И второй мыс это мыс Карулаба В переводе с крымско-татарского дозорная вершина С вершины этой скалы можно было просмотреть всю поверхность моря От Меганома до Айудага До Медведь горы или Святой горы Айдаг Еще ее называют скала Носорог Она похожа на носорога с двумя рогами На вершине этой горы располагалась крепость Принадлежавшая Боспорскому царству Называлась она Асандра Там найдены археологами колодец посредине крепости Мастерские, кузницы и другие сооружения Но она еще полностью не раскопана Также на склонах этой горы есть ущелья Называемые Адамово ущелье, ущелье Ад Такие там очень интересные скалы, очень крутые Просто так там пройти тяжело Она такая достаточно труднодоступная скала Здесь же пройти достаточно просто Еще вот в середине примерно мыса Капчик Есть сквозной грот Там есть проход сквозь весь этот мыс на ту сторону И в этом гроте, кстати, снималось немало фильмов Например, «Человек-амфибия» там снимались многие эпизоды Также в этой бухте снимались пираты 20 века Она еще называется разбойничьей бухтой Потому что очень удобно спрятать здесь корабль И потом, когда корабли проходили Пиратский корабль выплывал из-за скалы и нападал И уже кораблю было тяжело укрыться от преследования пиратов Перед нами растение, которое называется каперс Лет 20 назад про них никто не знал И только лишь одна моя знакомая, которая была в Италии Научила их вымачивать, мариновать и употреблять в пищу Сейчас же можно купить в любом супермаркете Стоят, кстати, они прилично У них съедобны как вот эти самые бутоны Вот, собственно, они и продаются Вот это уже немножко перезрелый бутон Вот такой вот бутончик срывается И вымачивается потом несколько дней в воде Потом маринуется И получается приправка Вот уже зрелый плод каперса Вот Его можно даже кушать сырым Вот он такой внутри, но он еще зеленый Признак, что он должен покраснеть И тогда он такой приятный на вкус Может даже мы сейчас найдем и спелый Сейчас попробуем сорвать Что у нас спелый этот плод или нет О, вот видите, спелый плод Красный Сейчас его даже попробую Ну, вкус такой Не скажу, что он очень сильно вкусный Что-то вроде хрена Вот Это В общем То, что Продается в магазине Вот оно растет здесь В большом количестве Все склоны Заросшие этими каперсами Собирать их лучше где-то В конце июня А в начале июля Или даже в начале июня Очень много их Бутонов еще будет Перед нами открывается вид На голубую бухту И мыска Рул-Аба Голубая бухта Еще называется Царской Потому что там Расположен пляж Где Любила отдыхать Царская семья В том числе И Старостотерпсис Царь Николай II К ней ведет тропа Но она сейчас Дико запущенная По ней очень сложно пройти А где-то даже Совсем труднодоступно Поэтому лучше обойти С той стороны И спуститься на нее Сверху А по правую сторону Находится Грот Который называется Сквозной Потому что он Проходит сквозь Мыс Капчик Также здесь все Заросшее Реликтовыми Можжевеловыми И сосновыми Деревьями Вот этим Можжевельникам Очень-очень много лет Говорят что они Были еще здесь Буквально Как говорят ученые Со времен динозавров Ну а мы Православные христиане Догадываемся Что они были здесь Со времен Великого потопа Потому что Породы Эти Во многом здесь И вулканические Так и осадочные А следовательно Что все это Было образовано Не так давно Но То что им по многу Уже здесь Лет Не берусь говорить Сколько Это однозначно Кстати тут на скалах Прямо растут Очень красивые сосны Так они называются Новосветские сосны Их называют Или Судакские сосны Еще называют Сосна Станкевича Они здесь Очень сильно нагреваются На солнце Вместе с можжевельником Создают Неповторимый аромат Воздух просто пропитан Эфирными маслами Особенно когда сидишь В тени этих сосен Очень сильно чувствуется Они в отличии от крымских сосен Такие вот раскидистые И кстати говоря На них растут шишечки Которые уже В конце августа На них Такие маленькие Маленькие ядрышки Конечно их Сильно так Много не наковыряешь Но мы когда были детьми Доставали из них И внутри был Маленький орешек Ну может размером Миллиметра с 3 Но у него Такой же вкус Как у кедрового ореха Для детей Было интересно Их Кушать Эти шишки Мы дошли До того самого Грота Именуемого Сквозным Сейчас он закрыт От посещения Потому что Есть угроза Камнепада Хотя некоторые Пролазит Вон такой Даже лаз сделали Внизу Ну мы не полезем туда Конечно Можно различить В конце Свет Вот там Как раз Ихтиандр Из человека Амфибии Выплывал Уплывал А сейчас там живут Летучие мышки Они очень любят Такие места Их тут много Вот такие Экземпляры Древовидного Можжевельника Произрастают Здесь В новом свете В реликтовой рощи Летом Очень много Если бы конечно Не хранялось То Давно бы Попилили эти деревья На всякие Ароматные изделия Потому что древесина Можжевельника Имеет Очень ароматный Запах Помните Когда Мультфильный Ёжик в тумане Медведь Брал Для самовара Можжевеловые веточки Вот Если они Даже просто Понюхать Уже запах Ну и здесь Есть много видов Можжевельника Как есть Можжевельник С такими листиками Похожими на кипарис Так вот Есть и Можжевельник Вот То есть Много разных видов Его На нем Такие сизые ягодки растут Но сейчас Они еще зеленые Вот они Прорезрастают Ну когда они Поспевают Как раз их Можно использовать Для приправы А вот Тут Несколько Прошлогодних Осталось Которые Можно уже Посадить На семена Ну аромат Здесь стоит Просто неописуемый Просто так вот Можно вдыхать И не надышаться Конечно места здесь Прекрасные И удивительные Когда Все это Созерцаешь То я не понимаю Честно сказать Вот людей Которые могут сказать Смотря на это Что вот Бога нет Это все случайность То что вот это Я вижу своим глазом Вижу И это все Мне доставляет Такую радость И все это вот так случайно Я скорее поверю Что если бросать Кубики С буквами Из них могут получиться Стихи Пушкина И Лермонтова Скорее я поверю в это Чем в то Что это могло Получиться само по себе Из хаоса Вот хаос Это просто Груда камней Которые валяются Они никогда не станут Порядочными Какими-то упорядоченными А Большая вероятность Что будет лететь Магнит мимо свалки И из него получится Самолет Или корабль Сам соберется Чем то что Этот мир был сотворен Когда я любуюсь Этой красотой Я не могу поверить Что это все Получилось случайно Нет Все продумано Поэтому Я желаю вам Чтобы и вы Вместе с нами Прославили нашего Создателя Господа Бога А также Следите за нашими Передачами Мы покажем вам И другие крымские Святыни И Прекрасные места И достопримечательности Да храните всех вас Господь Спасибо 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 Спасибо